Глава двадцать шестая Пастухи вспоминают пророчество Гарги Блаженный Шука сказал После случая с горою Пастухи, в очередной раз убедившись В сверхъестественных способностях Юного соплеменника Собрались в доме своего предводителя Любезный Нанда, молвили они Нас не столько удивляют подвиги твоего сына Ведь бессмертные боги способны и не на такое Нам любопытно, за какие прегрешения Этот небожитель был низвергнут на землю Чтобы родиться в семье безродных пастухов С такой же легкостью, с какой слон Выдергивает хоботом из воды кувшинку Недавно твой сын оторвал от земли нашу гору И держал ее на руке целых семь дней и ночей Еще младенцем, едва увидев свет божий Он вместе с грудным молоком Высосал жизнь из ведьмы Путаны Подобно тому, как время высасывает юность Из наших тел А месяцем позже Он с досады толкнул в днище огромную повозку И от его удара она взлетела на такую высоту Что, рухнув на землю, вся рассыпалась на части В год от роду Кришна был унесен в небо Оборотнем Тринавартою Но твой сын так сильно сомкнул руки На шее злодея, что тот задохнулся И замертво рухнул на землю А потом Кришна вырвал с корнем два дерева Пытавшись протащить между ними ступу К которой был привязан матушкой В наказание за воровство В другой раз, будучи пяти лет от роду Он на глазах у пастухов разорвал клюв Огромной цапли, задумавшей потревожить наше спокойствие Однажды злой оборотень в обличии теленка Пробрался в стадо, чтобы напасть на наших пастушат Но Кришна скрутил его с такую силою Что тот сразу же окалел И Кришна принялся сбивать его тушию Сладкие плоды с деревьев Капитхи А потом они с Баладевою убили оборотня осла Сторожившего банановую рощу И открыли людям доступ к вожделенным плодам А после того, как от руки Баладевы погиб людоед Праламба Кришна спас наших детей и наше стадо от лесного пожара Кришна усмирил царя змей Который отравлял своим ядом воды Емуны И тот, униженный и посрамленный Убрался из наших мест в Освояси Чем объяснить, что мысли наши Все время прикованы к твоему сыну Что в семьях наших только и слышится Кришна, Кришна, Кришна И ни о ком больше не говорят наши жены и дочери И почему этот небожитель Так сильно привязан к нашему пастушьему племени А нынешний случай с горою Окончательно смутил наш рассудок Может быть, ты знаешь, о государь Кто твой сын и что он делает среди нас Почтенный Нанда отвечал Братья мои, выслушайте меня Может быть, мои слова рассеют ваши сомнения Я вам скажу то, что в великой тайне Поведал мне о моем сыне Премудрый Гарга Он говорил, что мое дитя Является на землю каждую эпоху Он уже воплощался в белом, красном и желтом обличье Ныне он пришел черным Потому Гарга и назвал его Кришною Мудрец также сказал, что это дитя в действительности Урожден от Васудевы, который со своей супругой Деваки Заточен в темнице Матхуры А посему вторым его именем должно быть Васудева У этого дитя, говорил также Гарга Неисчислимое множество имен Обозначающих его облики, качества и дела И что людям, за исключением немногих Посвященных большинство этих имен неведомы Кришна принесет процветание нашему пастушьему племени И спасет нас от всех напастей, какие бы ни случились в Гакуле В былые времена, когда нечестивцам случалось низвергнуть с престола небесного царя И установить свои непотребные порядки Когда воры-цари теснили благонамеренный люд Этот Кришна не сходил в мир и восстанавливал закон и благополучие И как надмирный владыка Вишну Оберегает своих наперстников-богов от дерзких демонов Так дитя это, Кришна, будет оберегать своих соплеменников От всех врагов, которых, как вы знаете, у нас немало Силою своею это дитя не уступает вседержителю Уверял меня Гарга Ему присущи все добродетели Нарайаны И власть его такая же, как у Нарайаны А богатствами он даже богаче Нарайаны Славою он затмевает Нарайану Но самое удивительное, что его именем величают Нарайану Когда Гарга распрощался со мною Я долго размышлял над его словами И пришел к выводу, что мой Кришна Охранитель нашего племени Есть воплощение единосущего бога Нарайаны Слова мудрого Гарги Не оставили у пастухов сомнений касательно личности их соплеменника И цели его сошедствия на землю Довольные, они почтительно поклонились Нанде И разошлись по своим жилищам Теперь они догадались, почему Кришна Просил их поклоняться ему И пренебрегнуть Индрую И почему громовержец Проливший на вражу воду всех морей Обрушивший на нее бури и грады Так и не смог одолеть Кришту Было понятно, и почему этот ребенок Сорвал гору с земли точно гриб Теперь пастухи были уверены в своем будущем Раз Господь Бог сам взялся оберегать их Уже ничто не помешает их процветанию Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok